МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Товар в изобилии, да вот только жильцов близлежащих домов, такое соседство не устраивало. Горел киосок, это было днем, хорошо, что были открыты окна и уже было тепло. Увидели, вызвали пять машин пожарных. У нас находится АЗС напротив, мы можем сгореть. Даже если мы сгорим и взорвемся, нам некуда идти даже жить. Моя квартира на расстоянии 12 метров от этого злосчастного киоска, который горел. Во время пожара мне было страшно. Это было днем, все было видно и понятно, но квартира была полна дыма. Я категорически против нарушения закона. А закон для чего пишется? Для того, чтобы защищать жизнь человеческую. А закон действительно нарушен. Около десятка ларьков в квадратные метры занимали незаконно. К решению проблемы подключились районные власти и полицейские. Это незаконное владение земельным участком. Данный протокол мы составили, мы направим в соответствующую инстанцию и добьемся штрафа самого максимального. Это в районе 300 тысяч рублей. Я думаю, что предпринимателю невыгодно будет такой незаконной деятельностью заниматься. И она будет вынуждена прекратить свою деятельность. В прошлом году только в Куйбышевском районе вместе с полицией власти ликвидировали 127 незаконно установленных киосков. Но еще есть над чем работать. А это уже Кировский район города, улица Ташкентская. Этот овощной киоск также установлен незаконно. На продавца не раз составляли административные протоколы, но торговля здесь все же ведется. Но это ненадолго. В Кировском районе этот ларек в двухсотенном списке на демонтаж. Выявляем их, составляем акты. Все они попадают в список на демонтаж. Департамент потребительского рынка. И составляется план демонтажа. Вне закона и лоточная торговля. Проспект Карла Маркса в том же Кировском районе. Прямо на улице на тротуаре импровизированные прилавки с овощами и фруктами. Но вот только документов, подтверждающих их качество, у продавцов нет. Торговцы тут же разбегаются, но товар же не бросишь. Возвращаются и ждут, пока на них составят протокол. На вопрос, стоит ли такая торговля свеч, отвечают неоднозначно. Ничего не берут. Чего привозим, то и увозим. Чеснорода нет. А нам что делать? Мы вышли, 500 рублей получили. На что-то жить надо. Заработали 500, а потерять могут от полутора до четырех с половиной тысяч. Но хозяев товара это мало волнует. В первую очередь штрафуют продавцов. Протоколы направляются в административную комиссию. Люди приглашаются туда и приходят, рассматриваются эти протоколы, выносятся штрафы. Будем продолжать это составлять до того момента, пока они не поймут, что это нельзя делать, запрещено. С начала года в Кировском районе составлено более сотни протоколов. Похожая картина и в Октябрьском районе Самары. Только на улице Челюскинцев десятки лоточников. Налоги не платят, за качеством товара следят не все. Многие играют не по правилам. Во-первых, вес у них никогда правильно не бывает. И все время грязь от них. Кроме того, товар сомнительного качества, без сопроводительной документации. В итоге покупка превращается в русскую рулетку. Никогда не угадаешь, какую опасность стоят себе с виду безобидные продукты. Очень некультурно, очень некрасиво. Я против. Есть специальные рынки, и нужно там и продавать. Димой вот здесь и рыба была, это все тухнет, запах. Я как медработник, я считаю, что это нарушение. После такой вот несанкционированной лоточной торговли остается очень много мусора. Фрукты, овощи часто тут же выбрасываются рядом, они гниют, заводятся крысы. И это крайне негативно сказывается на качестве жизни. Это источник антисанитарии и незаконного обогащения предпринимателей. Сотрудники районного отдела потреб рынка здесь бывают не реже двух раз в неделю. Выносят предписания, просят свернуть торговлю, но спустя некоторое время стихийный рынок возрождается. Приходится идти на крайние меры, штрафовать продавцов от полутора до четырех с половиной тысяч рублей. В планах районной администрации полностью очистить это место от лотков, и там, где сейчас исчезает и возникает вновь стихийный базар, открыть благоустроенный бульвар. По всем фронтам борьба ведется и с незаконной торговлей алкоголем. На этот киоск на улице Георгия Димитрова неоднократно жаловались жильцы близлежащих домов. По их словам, помимо газировки и жвачки, здесь незаконно торгуют алкоголем. При проверке ларька районным отделом потреб рынка и полицейскими информация подтвердилась. Киоск буквально напичкан бутылками с пенным напитком, изъято более 100 литров. Пиво я не продавала. Вот оно по остатку можете проверить, почет, как оно есть, так оно и есть. То есть просто хранится? Да. В данном институциональном киоске запрещено торговать алкогольной продукцией. Изъято алкогольная продукция, а именно пиво, в порядке 10 ящиков. Был составлен протокол изъятия данной алкогольной продукции. Также был составлен протокол осмотра помещения данного. И в последующем будет составлен протокол административного правонарушения. Этому продавцу также грозит штраф порядка 5000 рублей. Но есть и те, кто горячителем торгует вполне законно, но этот бизнес мешает спокойно жить людям. На первом этаже жилого дома на улице Победы некогда была рюмочная, от клиентов отбоя не было. Но достойно вели себя далеко не все гости заведения. Жители дома устали от постоянных криков, драк и общественного туалета перед домом. Посетители, скажем так, они доставляют большое количество неудобств и днем, и ночью. Постоянно под окнами у нас как бы собираются алкоголики, тунеядцы, так скажем, ходят в туалет. Под наши окна разбили окно нам в том году. Объясняться с жителями и полицией устал и хозяин. Как остаться при своих и не докучать жильцам? Выход из сложившейся ситуации нашли совместно с администрацией района. По предложению администрации, скажем так, мы нашли взаимоприемлемый вариант. Решили переформатироваться из дешевого сегмента в средний. И самим приятнее работать, когда посетители, клиенты, скажем так, нормальные, адекватные. Сейчас хозяин заведения делает все, чтобы разливайка превратилась в спортбар. Обещает дешевым алкоголем торговать больше не будет. Автоматически уверен, сменится и контингент. С начала года к советам администрации в Кировском районе прислушались уже три предпринимателя.